МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорим о том, как с пользой провести летнее время. Традиционно для начала немного о погоде. В первый рабочий день на этой неделе на территории Гомельской области прогнозируется переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит 26 градусов тепла. Ветер северного направления скоростью до 4 метров в секунду. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый понедельник в нашем эфире на важные вопросы жизни региона отвечают участники интерактивной программы «Диалог». Открытый разговор помогает решить многие волнующие проблемы. Гость в студии, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Жанна Чернявская. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» сегодня в 19.20. Номер телефона прямого эфира 34 00 43. Тело человека – познавательная передача о вопросах здоровья. Статистика говорит, что большинство взрослых белорусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой и вовсе сложно посчитать. В итоге это влияет не только на среднюю продолжительность жизни в стране, но и на ее качество. Первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». В ближайшем выпуске передачи речь пойдет об аритмии. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» 21 июля в 19.30. Сегодня в центре внимания 30-летия налоговой службы страны. Как менялись системы, люди, технологии и законодательная база? Удаются ли отрасли сместить акценты с контрольной части функций на доверительное взаимодействие с плательщиком? И что это дает? Об этом в выпуске ток-шоу «Главная тема». Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» 22 июля в 19.20. 23 июля в эфире телеканала «Беларусь-4 Гомель» очередной выпуск программы «Бизнес-план». У его героинь много общего. Они тезки, обе мамы в декрете, и каждая из них смогла превратить свое любимое дело в источник дохода, пусть пока и небольшого. О вкусных и полезных десертах, о своем призвании и самозанятости включайте наш телеканал 23 июля в 19 часов 15 минут. В выпусках передачи «Земля наша» творческая группа знакомит телезрителей к жизнью малых населенных пунктов нашего региона. Сельскохозяйственные, социальные и культурные темы раскрываются через конкретных героев – работников местных хозяйств и сферы услуг, сельских учителей и школьников, участников творческих коллективов и ремесленников. Каждый герой – яркая, неординарная личность со своей уникальной жизненной историей. Включайте телеканал «Беларусь и Терегомель» 23 июля в 19.30. Сериал «Оса» – особая следственная аналитика. Это остросюжетный сериал от создателей знаменитого «Следа». Он рассказывает еще об одной специальной группе, которая расследует необычное преступление. Эксперты «Осы» берутся за дело, когда кажется, что преступники не оставили за собой следа, а традиционные следственные методы только тянут время. «Оса» создана именно для таких случаев. В каждой серии эксперты распутывают преступления, показывая зрителям всю цепочку своих действий. Включайте наш телеканал по будням в 18.25. Летние вечера могут быть особенными и незабываемыми, когда они проходят под легкую музыку. Проникнутся атмосферой лирики и романтики предоставят возможность артисты Гомельской областной филармонии, лауреаты международных и всероссийских конкурсов Ольга Кузьменко и Лена Гостинская. В совместном музыкальном проекте филармонии и картинной галереи Гаврила Ващенко слушателям предложат новый вид досуга. На открытом воздухе в уютном уголке природы в программе под названием «Летнее очарование» произведение популярной классики и эстрады. Не пропустите незабываемый концерт волнующей летней музыки. Слушателей будут ждать 30 июля в 18.30 в летнем дворике галереи. Прекрасное настроение и позитивные эмоции гарантированы. Сегодня в нашей рубрике есть вопрос. Адвокат и медиатор Анна Журавлева расскажет о возможностях раздела совместно нажитого имущества супругов в случае расторжения брака. Не переключайтесь. Хотелось бы отметить, что имущество, нажитое в период брака, является общей совместной собственностью супругов, независимо от того, на кого данное имущество зарегистрировано. И в случае распада семьи, либо по иным причинам, которые возникают у супруга, возникает необходимость раздела совместно нажитого имущества. В кодексе о браке и семье предусмотрено, что имущество, нажитое в период брака, подлежит разделу в равных долях, если иное не предусмотрено условиями брачного договора. И как раз-таки брачный договор является соглашением супругов, которым они могут предусмотреть иной по сравнению с законодательством порядок раздела совместно нажитого имущества, как в период брака, так и после его расторжения. Брачный договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению, и он может быть заключен как лицами, вступающими в брак, так и лицами, которые уже находятся в браке с супругами, вплоть до расторжения брака. В случае, если возникла необходимость у супругов, либо уже бывших супругов, разделить совместно нажитое имущество, то они могут обратиться в нотариальную контору для заключения соглашения о разделе совместно нажитого имущества. Но данное соглашение может быть заключено при условии, если все вопросы, связанные с разделом имущества, были оговоренными супругами и согласованы. Как правило, суд разделит имущество между супругами в равных долях. Однако вопросы владения, пользования и распоряжения имуществом останутся неразрешенными, что породит возникновение новых конфликтов. Поэтому наиболее экологичным является вариант раздела имущества путем участия супруга в процедуре медиации, где они могут принять решение, которое будет устраивать их обоих, в отличие от судебного решения, где, как правило, кто-то выиграл, а кто-то проиграл. Какой же из вариантов раздела совместно нажитого имущества будет предпочтительнее в вашей ситуации, вы можете решить, проконсультировавшись с вашим адвокатом, либо участвуя в информационной встрече с медиатором. Как провести летнее время с пользой и своими идеями на этот счет, мы попросили поделиться гаминчан. В ответ услышали немало дельных советов и проверенных вариантов, что важно, практически не затратных финансово видов времяпрепровождения. Меня зовут Олеся. Я йогой начала заниматься в 24 года, это в 2008 году, то есть уже 13 лет я занимаюсь. Я искала вообще способы, естественно, как там похудеть. Мне хотелось найти свой вид спорта. Я походила на шейпинге, всякие там тренажерные залы и чувствовала, что у меня все что-то не так. И потом услышала, что есть занятия по йоге. Я решила сходить попробовать. И, в общем-то, мне понравилось. Йога полезна в очень многих спектрах. То есть, начиная от телесных, это красивый внешний вид, подтянутое тело, плюс внутреннее здоровье, внутренних органов, плюс это растяжка, также есть какие-то душевные плюсы. Концентрируясь на своем теле, человек может больше узнать про себя. Заниматься йогой может вообще каждый человек. Даже сейчас уже есть бэби-йога. Но, естественно, я бы посоветовала новичкам начать заниматься в студии, в группе. Потому что для начала необходим учитель, человек, который направит и будет говорить, как что правильно делать, будет ориентироваться на индивидуальные особенности тела. Как всегда, новый день с вами встречали утренний фреш и я, Павел Михно. Новая рабочая неделя в самом начале. Пусть она пройдет легко и спокойно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова